Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте! На канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня веду я, Михаил Горин, мои собеседники, журналист Илана Михаэли и политолог Александр Цинкер. Приветствую вас! Приветствую! Ну вот недавно цифра такая 100 часто звучала в эфире. В СМИ имеется в виду, что прошло 100 дней после начала войны с Хамасом. Напомню, что она началась после того, как была устроена резня Хамасом в южных населенных пунктах Израиля, а страна наша подверглась ракетному обстрелу очень сильному. Вот с тех пор идет война, и... Ну не то, чтобы итоги можно подводить, но во всяком случае возникает вопрос, а что, какие цели достигнуты за эти 100 дней? И вот тут у тех, кто пессимистично смотрит на эту ситуацию, ответ очень такой тоже пессимистичный. За 100 дней добиться уничтожения Хамаса, а это была одна из главных декларируемых целей, Израилю не удалось. Главы Хамаса живы. Хамас не только уцелел, но и ведет теперь войну с Израилем практически на истощение. Жители юга и севера, порядка 150 тысяч человек, превратились в беженцев в собственной стране. И вот в связи с этим я хочу привести слова, которые сказал бывший директор службы внутренней безопасности Шабака Ами Айалон в недавнем интервью. Он сказал, что, по его мнению, война стала целью. Сама цель, точнее даже. И непонятно, сколько она будет длиться, и какие цели, и будут ли меняться цели в зависимости от того, сколько она будет длиться. И он в качестве примера того, что вот меняются все время цели и сроки проведения, говорит, что сначала говорили, что будет несколько месяцев. Потом министр обороны сказал, что 24-й год будет годом войны. А на последнем заседании кабинета министров наш премьер-министр заявил, что война будет продолжаться еще много месяцев. Даже прозвучало полгода. Как вы относитесь вообще вот к этому термину, что война стала целью или становится целью, а цели, которые были декларированы вначале, начинают размываться? Илана Михайловна. Ну, как же я могу относиться? Отношусь я, конечно, ко всей ситуации с некоторой опаской. И у меня очень много вопросов к нашему правительству и к тем, кто определяет наши военные действия, и тем, кто определяет вообще, что происходит в этой стране. Когда-то Бен-Гурион говорил о том, что израильская безопасность стоит на трех китах. Я сразу переведу это на русский язык. Это сдерживание, предупреждение и решение, то есть победа. То, к чему мы пришли на сегодняшний день, к сожалению, пока что ни то, ни другое, ни третье. С другой стороны, конечно, в то время, как наши солдаты мужественно сражаются в секторе Газа, и в то время, как ЦАЛ отражает удары на севере страны, трудно и очень сложно, и надо взять на себя очень большую ответственность, чтобы выступать сегодня с критикой. Хотя бы потому, что, возможно, мы не имеем на это морального права, потому что не мы на передовой, а они, те, кто рискуют своей жизнью каждый день. А проблему, которую я вижу здесь, заключается в том, что по ощущению граждан, по беседам, которые я веду с людьми, создается впечатление, что нет уверенности в правильности выбранных действий, в их некой конечности, и, как ты справедливо отметил, чего мы достигли, собственно говоря, или куда мы идем. И поскольку получается, что в данной ситуации наши цели вроде бы одни и те же, как говорит наше руководство, это уничтожение Хамаса, хотя всем уже сегодня понятно, что кроме того, что Хамас – это идеология, идеологию очень тяжело уничтожить на корню. Это еще очень сложная операция, которая может взять очень много времени, и не факт, что она завершится полной зачисткой Хамаса. С другой стороны, перед правительством стоит цель освободить заложников, которая, как я уже неоднократно повторяла, я сейчас повторю ее еще раз, я считаю, что это наивысшая и самая важная цель нынешнего правительства и нашей армии, и нашего государства, из-за попустительства которых произошло то, что произошло, эти несчастные, ни в чем не повинные люди попали в плен. Поэтому то, что происходит сегодня, оно постоянно меняется именно из-за того, что и правительство лавирует, не зная точно, как определить наши цели. И, соответственно, население этой страны реагирует таким образом, судя по опросам, что часть людей или почти половина говорит, что да, надо вернуть любой ценой заложников, другие говорят, другая почти половина уже говорит, нет, любой ценой уничтожить Хамас. И на том мы стоим сегодня. Спасибо, Илана. Саша, вопрос тот же самый к тебе, я только хотел, вот когда слушал сейчас Илану, сказать, что я, наверное, должен был добавить к этой пессимистичной картине, которую я нарисовал вначале, и картину, которую могут дать оптимисты. Они могут возразить, что свыше ста заложников освободили, большую часть газа заняли. Почти 9 тысяч, по официальным данным, боевиков Хамаса убили. То есть, может быть, и все не так пессимистично? Ну, смотри, всегда бывает, кто говорит, полуполный стакан, а кто-то говорит, полупустой. Это, если это было, это будет. Ты знаешь, все, что сейчас происходит, особенно, когда я смотрю на работу военно-политического кабинета, я даже вот такое выражение сформировал в погоне за иллюзией победы. Понимаешь, все, которые участвуют вот в этом процессе, им нужна какая-то точка, какая-то победа, потому что сегодня никто из руководителей не готов сказать, ну, ладно, все хорошо, давайте остановимся. Потому что те, которые были повинны, если так можно сказать. Они не готовы сказать, потому что они боятся, что они, это значит, подписать себе политическое самоубийство. Подожди, вот я как раз хотел просто, они, они разные. Те, которые, например, они, будем говорить так, повинны в том, что произошло 7 октября, это руководство страны, это Натаня, Гугалант, это руководители армейских групп, они понимают, что они должны что-то показать, они должны что-то сделать, и то, что армия сегодня действительно воюет и хорошо воюет, оно как бы потихонечку снимает вот это отрицательное отношение и к армейской разведке, и к армии, которые, в общем-то, мы увидели 7 октября. Те, которые руководят политические, причем это и Натанягу, это Галант, это Ганс, Айзенкот, с одной стороны, они, в общем-то, пытаются что-то, чем-то завершить, но это что-то должно быть для нашего, для наших ушей, для нашего понимания, для народа Израиля ясно, что вот мы добились вот этого, например, освободили бы заложников, или там перекрыли полностью, уничтожили боевиков, договорились с Египтом, перекрыли Пелодельский коридор, блокада, договорились о какой-то зоне, буферной зоне, что все, ребята, мы видите, вычистили, сейчас будет там безопасность, но мы еще продолжаем, но уже, как вот сейчас на третьем этапе говорят, точечные ликвидации, но поскольку этого тоже нету, есть проблема, что руководители, как Илана правильно сказала, и ты в вопросе задаешь этот же вот смысл, что, а может быть, они не знают, вот как, что сделать, чтобы население восприняло, что да, вот они чего-то добились, потому что оно не видно, и чем дальше у народа появляется такой синдром, а что, вот это так надолго, вот как мы слышим, что чуть ли не 24-й год весь будет обхим, подождите, что, мы будем жить вот в войне, а что делать с жителями севера и юга, которые оставили свои места, а там надо как-то решить, потому что если будут обстрелы, они туда не вернутся, а ответить руководству Израиля нечего, более того, при всем том, что сегодня делается, отношения к Израилю с внешней стороны тоже ухудшаются, если вначале еще как-то какие-то страны приезжали выразить соболезнования, Америка поддерживала все, что делал Израиль, то сегодня с Америкой у нас есть разногласия по тому, как, что будет дальше, что будет с газой, кто там будет управлять, европейцы начинают выступать, что смотрите, что творится в секторе, это предвестник геноцида может быть, некоторые общественные международные организации заявляют, то есть ситуация меняется и по идее чем быстрее бы мы достигли какого-то эффекта, так называемой победы или иллюзии хотя бы победы, от этого Израиль бы выиграл, потому что дальше отношения будут еще ухудшаться, вот мне кажется в чем проблема. Спасибо. И ладно, я хочу вернуться к твоим словам, которые ты сказала, что сейчас, мол, приходит понимание, что, может быть, цели были недостижимыми по поводу разгрома Хамаса. Ну, хорошо, это мы простые люди может быть начали понимать сейчас, что все не так просто и не так бравурно, как звучало 7 октября, когда сразу после этой трагедии наши первые руководители выходили к телеэкранам и мужественно нам говорили, что мы всех порвем, разорвем, отомстим и так далее. А вот когда они это говорили, они что, этого не понимали, что все это будет не так просто? Или они хотели просто как бы потворствовать, ну, потворствовать в данном случае плохое слово, как бы сыграть на чувстве мести, которое обуяло в тот момент израильтян, в вполне естественном и праведном чувстве. Но как бы это простой человек может позволить себе ярость благородную, а могли ли первые лица начать войну, объявить о ней, декларировать цели под влиянием чувства мести? Могли или не могли, я не знаю, но факт тут, что они это сделали. Все выступления первых дней... Да, если они это сделали, извини, что перебил. Вот если они сейчас скажут, что вы знаете, мы ошиблись с целями, нельзя вот так за два месяца, за три месяца разгромить Хамас. Все оказалось не так, как мы предполагали. Это с их стороны будет мужеством или опять-таки их разорвут в части на части, во-первых, их политическую карьеру? На самом деле, с каких пор наши политики, в первую очередь премьер-министр сообщают публично о своих ошибках или признаются в своих ошибках? Я согласен. И еще сожалеют об этом. Что-то я такого особо не припомню. У нас, так известно, Миша, не принято. Не принято извиняться. Не принято говорить, мы ошиблись. Не принято говорить, мы виноваты. То есть, я имею в виду в определенных кругах. Мы знаем, что произошло сразу после 7 октября. Кто да, сказал, что мы берем на себя ответственность и вино, а кто сказал, а я вообще ни при чем. И мы знаем, кто этот человек. И не жди от него, и пусть никто этого не ждет, что сегодня он изменится. Нет, этого не будет. Будут, видимо, изыскиваться теперь новые пути объяснения общественности, почему у нас не вышло то, что мы вам обещали. Но давай вернемся чуть-чуть назад. Ксбен Натанияу, в общем-то, является премьер-министром практически 16 лет. Все эти годы он позиционировал себя как мистер безопасности. Это знали мы, это знали на Западе. Да, он всегда выступал с такими заявлениями, он утверждал, что он, только он сможет эту страну уберечь от волны надвигающегося террора, он победит всех, он не допустит создания политинского государства, хотя тут же он выступал с речами, которые были предназначены для иностранной прессы о том, что да, он на это согласен. Неважно, он был мистер безопасность все эти годы. Что произошло седьмого октября? Вся эта лодка разбилась об берег, об скалы, но риторика остается прежней. Очень тяжело, видимо, поменять риторику, когда ты уже вжился в нее. И поэтому то, что мы слышим, и то, что мы видим, на данный момент это все еще продолжение старой песни. Другое дело, что очевидно, события, которые происходят ежедневно, они вносят коррективы. И в какой-то момент главам этого государства придется признать, что то ли мы меняем свои приоритеты, то ли мы меняем свои цели, то ли, как сказал справедливо Саша, то что, что же, мы будем воевать годами, десятилетиями, значит, это наша участь? Я не знаю, не знаю, я не думаю, что это тот ответ, которого ждет наша общественность. Во всяком случае, совершенно очевидно, что какой-то план народу должен быть представлен. Я уже не говорю о том, что плана о том, что будет дальше, завтра, послезавтра ждет наш главный сторонник, партнер и друг ждут США, которыми мы тоже как-то на сегодня довольно охладевших отношениях. Все из-за того, что господин Натаньяу не способен и не хочет внять, так сказать, американским каким-то идеям. Другой вопрос, хороши ли для нас эта идея? Тоже я не знаю. Что значит создание палестинского государства? Непонятно. А Израиль, в том числе, кстати, в двух словах только скажу, что давайте не будем забывать, что Бенямин Натаньяу вырос в семье, где отец его, Бенцион Натаньяу, историк, был ярым противником создания какого-либо палестинского образования на нашей территории, поскольку он считался палестинским государством, уже является, например, Иордания. И никакого другого палестинского государства быть не должно. Давайте не забудем. Прости. Я говорю, извини, правильно считал, на мой взгляд. Окей, я просто констатирую факт. Я констатирую факт только лишь потому, что надо понимать, откуда у нашего премьер-министра именно такой подход к этому вопросу и каким образом он намеревается вот эту ситуацию разрешать сегодня и продолжит ли он упорно стоять на своем и соответственно этому вести эту страну туда, куда он ее ведет, это тоже большой вопрос. Спасибо, Илана. Саша, в принципе, тот же вопрос к тебе, но я хотел бы его чуть-чуть трансформировать. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, вот эта вот иллюзия быстрой победы, которая в обществе, так будем прямо говорить, была, мы не сами ли мы себе эту иллюзию навязали? Ведь будем честны, когда начала, была объявлена война, никто из первых лиц нам не говорил, что она будет продлиться неделю или что она продлится месяц или что она будет даже быстрой просто. Никто этого не говорил. Может быть, мы сами себе сконструировали вот эту вот формулу, что наша армия эту банду разобьет, разнесет в клочья быстро, как у нас принято говорить, чик-чак. Ну, смотри, в Израиле, во-первых, привыкли, что все военные операции, которые у нас были, они заканчивались довольно-таки быстро, причем не только операции, а и войны. Это затянулось и конца ее не видно, с одной стороны. Понятно, что вот эти выступления, которые были 7-8 октября, когда выходили все и рассказывали, как сейчас все разнесут, к сожалению, мы продолжаем слышать. Сейчас, когда выходят те же руководители военно-политического кабинета, и, наверное, забывая, что зрители-то те же самые, мы-то уже все это слышали очень часто, начинают опять разговоры о том, что мы доведем дело до конца, мы победим, и здесь, мне кажется, уже начинают нотки появляться того, что раньше не было, о политике. Помните, первое время, когда началась война, как бы о политике никто не вспоминал. С какого-то этапа многие руководители и члены кабинета начали задумываться, что скоро когда-нибудь это все же закончится, и мы пойдем на выборы. И надо заниматься этим вопросом тоже. Тем более сегодня каждый раз, каждую неделю печатают запросы. Например, вот Илана объяснила, что с таким премьер-министром вообще непонятно, как Израиль столько лет прожил, но неважно, у него ничего нет, ни концепции, ничего не знает вообще, что он хочет. Но у него есть такие члены команды, как, например, тот же ГАНС, Эйзенкот, которые, если бы они, а Натаньягу сейчас от них очень сильно зависит. Если они сказали бы на узком кабинете, на расширенном и в прессе, у нас есть конкретная программа, мы знаем, как все сделать. Надо сделать вот так, Натаньягу, или ты идешь вот так, или мы от тебя уходим и вообще делаем переворот в стране, создается новое правительство, и мы идем вот по этой программе. У них тоже нету видения, что делать дальше. разговоры больше армию оттягивать от границы, меньше участвовать в таких операциях, не в таких, больше заниматься переговорами, это не качественные такие изменения, которые предполагают какую-то программу действий. Надо признать, что у нашего политического кабинета стандартно нету, что делать дальше. По поводу того, что вы сказали, никто не признает свои ошибки, не так. Например, к сожалению, признана большая ошибка, что построение системной обороны Израиля неправильное, и что сейчас уже даже предложены, какие пути, что надо перестраивать, какие виды войск надо расширять, как делать безопасность границы, и так далее, и так далее. К сожалению, учатся на своих ошибках. То есть это есть. И я думаю, когда это все закончится, часть людей действительно или сами уйдут, или их уволят, а может быть будет более жесткое наказание, это пусть уже комиссия, суды разбираются и так далее. Вот это есть. И с этим мы сейчас живем. Но народ, как всегда, умнее, чем руководители государства. И он через себя вот это все пропускает. И вот мы когда задумываемся, что идут дни, недели, месяцы, и по большому счету Хамас уничтожен не будет, заложники были освобождены только те, которые были на переговорах в самом начале, а дальше, к сожалению, у меня складываются такие очень пессимистические настроения, что живем, живых людей мы сможем еще как-то отменять, но их количество уменьшается день за днем. В тех условиях, в которых они там живут, тем более мы до конца этого не знаем. И поэтому сегодня у народа действительно такое пессимистическое настроение. А наши руководители ничего оптимистического или определенного нам на будущее, кроме того, что нам нужно будет работать целый год, как минимум. Ничего не говорят. В этом и вся проблема, которая сегодня между государством, руководством и населением страны. господа, я добавлю только два слова ко всему тому справедливому сказанному Сашей. Мне бы хотелось все же какую-то нотку оптимизма в нашу программу внести. Сегодня из больницы Телла Шумер был выписан тяжело, крайне тяжело раненый знаменитый израильский певец и актер и Дана Мэдди, который в первые же дни войны мог бы и не пойти, но пошел в самое пекло. Когда его привезли после ранения в больницу, его даже не могли опознать, в таком он был в состоянии. И вот сегодня, по прошествии всего нескольких недель после ранения, он дал пресс-конфиденцию в больнице перед тем, как его выписали домой на долгую-долгую реабилитацию. И он сказал, что самое главное для него это то, что он знает, зачем он, за что он боролся. И он знает, что такие, как он, и товарищи его, которые погибли в этой же операции, и они знают. Он сказал также, что у них у всех есть очень большой скрытый гнев внутри, но сейчас не время об этом говорить. И призвал всех просто к единению и к стойкости духа, потому что нам еще предстоят непростые времена. Но его образ, его слова, они как-то прозвучали сегодня все же какой-то надеждой, потому что у нас выросло потрясающее молодое поколение. поколение прекрасное, поколение я считаю наше большое счастье. Коллеги, большое спасибо за этот разговор, напомню, что в нем принимали участие журналисты Илана Михаэли и политолог Александр Цинкер. Спасибо и всего доброго. Всего доброго.